Шаббат шалом! Вот, быстро-быстро. Я детский писатель, пастыр и детский евангелист. Ну и хороший человек. Почему расскажу? Чтобы мы порадовались вместе. И особенно хочу поблагодарить тех из вас, которые покупали или оплачивали мои сказки. Потому что именно на эти финансы, именно этими деньгами я и оплачиваю эти поездки. И может быть кто-то из вас вспоминал обо мне. Знаете, бывают сестры подходят и говорят, пастыр Александр, вы снились мне. Я говорю, вы помолились. Она говорит, обязательно. Может я приду или приходил кому-то на память и вы помолитесь. Потому что это так важно. Потому что в третье от конца, то есть предпоследнее, а то еще до нее была поездка, мы с братьями по нашей же оплошности заехали на минные территории. Представьте, нам почти 10 километров пришлось ехать. Нельзя было разворачиваться, съезжать на обочину, потому что только по асфальту. В асфальт не могут зарыть. И было просто очевидно, что за нас кто-то молился. И мы остались живы и невредимы. Слава Господу. Поэтому молитесь, если я приду кому-то на память. Последняя поездка, она была очень знаменательна тем, что сейчас уже пошла молва, уже много поездок было сделано, и собираются все дети. Представляете? Я приезжаю в город, в село, в школу, и собираются все дети, которые есть. Слава Господу. Последняя поездка, было 10 евангелизаций за 7 дней, был такой напряженный график. Но мы все это сделали. 411 детей в селах под Красногоровкой и Маринкой. Прямо вот в этой прифронтовой зоне. 411 детей мы достигли Евангелием. В этой поездке был мой рекорд в одном селе под Маринкой. То ли Елизаветовка или Антоновка. Всего 12 детей, послушайте. И мы к ним приехали. Заведующая садиком, она сказала, за 16 лет, пока я работаю в этом садике, я вообще не помню, чтобы кто-то приезжал. Представьте. И мы приехали первыми, и мы приехали с Евангелием. Мы приехали с большой радостью. Я сделал там для них праздник. Мы там оторвались по полной, знаете. И в конце я им говорил о спасительной вести об Иисусе Христе. Слава Господу. Аллилуйя. Предпоследняя поездка, она была, я поехал как раз в районы, которые за два дня до моего приезда жутко обстреляли. Это Маринка, это Нитайлова под Песками, Первомайский район, прям под Песками. И Красногоровка тоже. И пастора отзвонились и сказали, что, наверное, не получится приехать. Я говорю, я уже за все заплатил, билеты куплены, я отослал аппаратуру, это немалых денег. Ресторан нанят, гости должны прийти. Я приезжаю. И мы сделали тоже там в трех селах, съехались по спискам сел, съехались на три ребенка больше с трех сел, чем вообще живет там. Кто-то приехал еще откуда-то, неизвестно. В Нитайлово всего 46 детей живет там, знаете. И все были на этом празднике, на евангелизации. И 26 из них по сегодняшний день ходят в воскресную школу той миссии, той церкви, которая там работает. Слава Господу! И третья поездка, которая была, она очень важная. Почему? Потому что Бог открыл нам двери, и мы служим детям турок-мусульман. Представьте. И так Бог делает, что у меня абсолютно достаточно на эту поездку денег. Почему это важно? Потому что когда праздник, радуются и родители турки, знаете, с детьми, когда я клоуном выступаю. Но когда я перехожу к Евангелию, они начинают меняться в лицах, начинают ерзаться и собираются уйти. Но закупленные продовольственные пакеты, которые ждут их в конце собрания, не дают им уйти, знаете. И им приходится слышать это. Слава Господу! Вы знаете, дети мусульман, они становятся мусульманами, потому что они не слышат ничего другого. И также есть окошко в двух городках небольших, я не говорю, где это. Есть возможность перевозить детей с оккупированной территории, немного, от 25 до 40 детей, и делать для них также эти евангелизации. Скажу вам, почему это важно. Бог дает такую радость во время представления именно там. И такое сокрушение, слезы, когда я перехожу к детскому Евангелию, как нигде. Я увидел, что это важно очень делать. Слава Господу! И, наверное, вы уже купили мои сказки, но у меня есть такая опция, вы можете оплатить их. И на эти финансы они пойдут на эти поездки. И небольшой полтораминутный ролик, пожалуйста, посмотрите. Спасибо вам за ваше внимание, за ваше участие. Да благословит вас Господь! Из памяти не вынести На полпути, нет остановки, погоди. Малыш, не плачь, такое и каждая парень раз. И может даже и сейчас, только запомни на долгах. Песня про детства, когда мы все вместе. Букеты и звезды, что нам доставали столько лишь слова. Песня про детства, про солнце и весь мир. Про первые чувства в сердцах, что снились только лишь во снах. Первые чувства, пробы искусства, школьные годы запахнет на русском. Где поцелуй тот, что так запомнил? Где те приколы из старых историй? Этот кусочек, не дан его лавсторий. В автобусе стая, гитара играет в аккорды, все чаще в миноре. Песня про детства, когда мы все вместе. Букеты и звезды, что нам доставали столько лишь слова. Песня про детства, про солнце и весь мир. Про первые чувства в сердцах, что снились только лишь во снах.